Всем привет любителям зверюшек, жаб, змей и лягушек. Вот у нас второе видео по размножению змей. И после спаривания, после, так сказать, беременности, змеи или откладывают яйца, или рождают живых детенышей. В данном виде у нас тигровый питон, самка крупная, откладывает яйца. Яиц может быть в кладке до 70-50, по некоторым данным до 100 штук. Зависит все от размера змеи, от ее возраста и размера. Чем змея старше, тем она крупнее, тем больше яиц. Отложенные яйца забираются для инкубации в термостате, в инкубаторе, потому что в террариумных домашних условиях самка питона, скорее всего, не сможет высадить яйца. А вот эта кобра тайландская тоже отложила яйца, и она тоже на яйцах сидит. Она их не греет, в отличие от питонов, потому что питоны сокращением мышц выделяют тепло и греют кладку. Кобры, они только сидят и охраняют кладку. Вот, ну, кобру-мамашу убираем в ящик, потому что последствия могут быть печальные. И для того, чтобы она не укусила, ее убрали. А теперь яйца забирают и тоже ложат в термостат, для того, чтобы они инкубировались там при температуре в районе 30 градусов. Питонов можно инкубировать тоже при 30, можно до 32 повысить температуру. Ну, а вот полоза кобры и там ужи, и температура достаточная для инкубации 28-30 градусов. А это лисий полоз. Самка отложила тоже яйца в таком скворечнике. Самку тоже убираем. Она, конечно, не ядовитая, но она будет мешать забирать яйца. В природе змеи, конечно, охраняют кладку. Бывает и в террариумах змеи кидаются и не дают забирать яйца. Но приходится забирать, чтобы вывелись маленькие змейки, потому что в террариуме нет той нужной влажности. И даже если есть влажность, то может быть такое, что часть яиц не выведется. Ну, так, как и в природе. Потому что при инкубации яиц мамой змеи, вот сейчас питон тоже тигровый, альбинос, правда, откладывает яйца. И если самка будет сама высиживать эти яйца, то не будет 100% выхода малышей. Потому что, опять же, влажность. Не все яйца будут получать нужную влажность. Те, что с краю, могут высохнуть. И так в природе заложено, оно не бывает, чтобы 100% вывелись все змеёныши. А вот в термостате практически все выводятся. И потому змей много яиц откладывает. Потому что птичка, если откладывает 2, 3, 4, 5 яичек, и все они выводятся, то если змея отложит 50 яиц, и из них выведется 20, то тоже нормально. Вот тоже самка, альбинос, тигрового питона, вот отложила яйца и сидит. Но вот, как вы видите, яйца валяются и вокруг, вокруг питона. Это, еще там сидит сетчатый питон, самка, которая раньше отложила яйца. Но это яйца именно тигровые, но они частично рассыпались. То есть, она сидит на основной куче яиц, она сидит и греет их. Но она не понимает, что то тоже яйца с ее кладки раскатились в разные стороны. В основном яйца не раскатываются, потому что при откладке яиц они смазаны такой жидкостью, которая на воздухе застывает, и как бы эти яйца как бы срастаются, склеиваются. Шкарлупа у них мягкая, как целлофан. Ну вот, самка убирается, вот это основная куча яиц, на которой она сидит. И вот так она бы сидела 2 месяца, сокращая мышцы, где-то раза 2 в минуту она делает такие вздрагивания, сокращая мышцы, и яйца эти прогреваются, ну вместе с этой самкой, где-то до 30 градусов. Если вот в помещении, допустим, 25, то самка может спокойно до 30 градусов нагреть эту кладку, и таким образом инкубируются они. А вот самка сечет, она тоже отложила яйца раньше, но у нее сохранился инстинкт охраны, и она, ну не очень, конечно, агрессивная, но вот делает вид, что вот она такая злая, сейчас может укусить. Ее надо очень бояться. Ну, ничего у нее не вышло, яйца забраны, хотя это не ее яйца, но она этого не понимает. Вот, яйца отправляются в термостат, как я говорил, для дальнейшей инкубации, которая будет проходить 60-70 дней, все зависит от температуры. А это тонкохвостый полос, они тоже сидят, охраняют, но не греют яйца. А это у нас самка сечетого питона. В данный момент она откладывает яйца. И вот сейчас вы увидите, как она откладывает очередное яйцо. Вот, раз, и забрали это яйцо. Ну, вот такое у нас видео. Следующее видео будет, как выводятся малыши. Ну, все, всем пока, пока. Продолжение следует...